Всем привет, друзья! С вами я, Люким, и мои замечательные детишки, Петя и Лизочка. Пожалуйста, не удивляйтесь, что сегодня мы не в полном составе, просто мы по делам поехали в большой город. Смотрите, какой красивый. И остановились в этом замечательном пятизвёздочном отеле. Вы просто посмотрите, что у нас все окна выходят буквально на все стороны света. Офигеть! Это очень дорогой номер люкс. Но важно не это. Ну, ладно, я сейчас покажу небольшую экскурсию. Такая вот у нас тут, типа, видите, кухонка. Такая кухонка, есть телевизор, часы, все удобства. Есть такая маленькая спальня для детишек, две кроватки. Есть туалет, как же без него, с ванной дорогущей. И, конечно же, спальня для меня. Эх, была бы у меня жена. Но самое-самое крутое, это то, какие, ребята, у нас соседи. Сейчас я вам их покажу, потому что это прям отдельная достопримечательность. Мы с ним познакомились в аэропорту. Секундочку, пойдёмте в гости. Петя, Лиза, проходим. Так. Сейчас они такие классные люди. Сейчас я вам покажу их. Тук-тук-тук. Можно? О, здорово, Андрюха. Это я. Сейчас я хочу вас показать моим зрителям. Итак, смотрите. Это вот Андрей. Это его замечательная жена. Настя. И детишки. Я маленько подзабыл, но, кажется, их зовут Мишенька и София. Хе-хе. Как мою бывшую. Так, ну ладно. Сейчас не об этом. Ну, ребята, может, сегодня куда-нибудь сходим, потому что дела у нас только вечером. А днём мы свободны. А, детишки, есть какие-нибудь идеи? Так, вот... Ого, у вас тут фрукты. Блин, такой офигенный город. Такие дороги, мосты. По нему бы только гулять да гулять. Кино. Хм. Идея хорошая, Нинтендо. Нет, ребята, давайте выйдем на улицу и там уже и подумаем. Хорошо? О, у вас тут что, балкон, что ли, есть? Ну-ка, сейчас заценим. Во... Ой! Ч-ч-ч, чё за звуки такие? Внимание, внимание. Уважаемые сбежители города, начинается апокалипсис. Спасать кто может... Ё-коломаны! Так, здание оставаться нельзя. Так, ребятки, давайте. Мы с вами уже хорошие знакомые, хоть и знакомые недавно. Но я считаю, что мы должны выжить. Поэтому нам надо выбираться из здания. Оно может в любой момент обрушиться. Быстрее, быстрее, быстрее. Андрей, давай. Настя, давайте быстрее. Так. Да, Лиза, куда ты бежишь? Забей на вещи. Самое главное, с себя не забыть. Так, вот какая офигенная гостиница. Я их не удалось ей воспользоваться. Так, куда бежать, куда бежать? Так, думаем, думаем, думаем. Я думаю, что нам надо в парк. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас всё это нафиг рухнет. А в парке зданий не так много. Так, так, так. Сюда прибегаем. Прибегаем. Так, и уже тут кто-то тусуется. Так, фух. Давайте под деревом маленько отдышимся. Вот тут такие огромные деревья. О, сейчас дыхание переведу. О, какой-то сундучок. Нифигасе. Что это такое? Запасы? Стоп. Кто-то знал, что будет апокалипс и готовился? Так, лучше об этом не думать. Так, короче, ребята. В общем, нам надо построить бункер. Да? Как вам идея? Потому что мы по-любому должны выжить. Ну что, вы согласны, что нам надо построить бункер? А? Да, вот всё, отлично. Все согласны. Главное, что взрослые согласны. Так, только как мы его будем строить? А! У меня идея. Так, Андрей. Андрей и Настя. Я предлагаю... Офигеть! Вот смотрите! Я же правильно говорю, что надо было уходить оттуда. Какой я молодец. В общем, я предлагаю построить бункер прямо на деревьях. Но для этого нам надо его спланировать. А детям пока что предлагаю дать задание собрать ресурсы. Вы хотите строить? Нет, детишки. Вы сейчас пойдёте и найдёте нам ресурсы, как я и сказал. Так, ну-ка. Что за прииркание вообще-то? Вам взрослые говорят, что надо искать ресурсы. Надо взрослых служиться. Ау! Петя, ты чё, блин? Родного батю? Вы пошли? Сами всё сделаете? Ах, так значит? Значит, товарищи взрослые, предлагаю нам, как взрослым, построить взрослый бункер, чтобы это детям было уроком. Чтобы они усвоили это надёжно. Так, вы согласны? Согласны, Анастасия? Всё, отлично, начинаем. Так, я вижу, тут какие-то заначки уже заныканы. Поэтому давайте, мы будем строить бункер наверху. Поэтому с вас пока что площадка, точнее, лестница наверх. А я поищу ресурсы. Давайте, начинаем. Блин, так, его уже облутали, походу. Пойду дальше. А, вон там какой-то сундук. Так, идти в обход. Или, а, пофиг уже, апокалипсис. Чё я тут церемонюсь вообще? Нет, нафиг. Делаю двери сам. Ого. Так, отлично. Так, быстренько это всё берём. Это нам пригодится. Топорики. Броньку одеваем. Так, раз, два. Хотел подарить цветочки нашей Насте. Но, видимо, сейчас не до этого. Открывайся ты. О, отлично. Замечательно. Забираем. Вот уже даже еда есть. Чудесно. Еда, это очень важно. И, конечно же, обсидиан. Так, цветы оставляем. Так, дальше, дальше, дальше. Как думаете, надо и бежать на второй этаж? Так, аул какой-то там. А это что за... Вау! Очень красиво. И очень много еды. И есть даже лук. Чудесно. И стрелы. Можно будет отбиваться. Надеюсь, что не от кого. Валим отсюда. Так, ребята. Давайте я всё-таки рискну подняться повыше. Мало ли что там такое. Ой, а пожалуй, пойду-ка я вниз. Так. Что-то я как-то передумал в этом здании лазить. А то мало ли сейчас прямо обрушится. Так, это что, конкуренты, что ли? А, фиг вам. Только я выживу. И мои друзья, и дети, конечно же дети. Но они сначала усвоят важный урок. Как что-то будет, если не слушаться папу. Так, обсидианчик. О, хлебушек. Так, и стрелы. О, штанишки и ботинки. Чудесно. Так, это мы всё одеваем. Замечательно, бежим дальше. Блин. Походу, всё облутали уже. Ладно. Пора вернуться к нашим ребятам. Посмотрим. Ага, Петя, значит, что-то строишь. Лиза, может, ты теперь думаешь, а? Ну и ладно. Потом сами прибегут. А, о, чудесно. Лестница. Так, смотрите, что я надыбал. Ребята, у нас есть обсидиан. Это для крыши. Чтобы была самая прочная часть нашего здания. Это крыша. Так, дальше смотри. Так, это ТНТ. Это прямо на крайний случай. Возьмите. И ещё у меня есть вот Кобблстоун. Это, пожалуй, я его возьму. Андрюха, а ты, пожалуйста, вот стены доделывай с помощью досок. А я, типа, фундамент мучу из Кобблстоуна. Вот прямо так, типа, мутим, мутим. Цветочки это лишнее. Вот таким образом у нас вот всё будет работать. И кисть этот цветочек. Вот так. Вот чтобы не было прямого входа. Так, он будет вот такой вот кривоватый. Вот. Слушай, Андрюха, понял, да? Это, типа, такой вот двойной вход. Чтобы не было сквозного дверного отверстия. Всё, всё, всё. Я понял. Бегу, бегу, бегу. Так. О, чудесно, чудесно. Так, это какой-то материал гипсокартон, что ли? Очень фиговый. Очень фиговый. Он нам не нужен. Нам надо что-то попрочнее. Попробуем найти что-нибудь в этом здании. Ага, я уже вижу там сундучки. Замечательно. Так, по стороне баки. По помойкам я пока лазить не буду. Пока ещё не настолько опустился. Так, отлично. Зарезаем гараж. Уже, походу, обнесли. О, зато Коблстон остался. Так, штанишка у меня есть. А лопаты ещё нету. Лопату мы тоже берём. Так, смотрим, что тут есть ещё. Лампы, куча ламп. Пожалуй, она пригодится. Так, забираем лампу. Забрал. Отлично. Лампы ещё. Ещё надо больше ламп. Чтобы всё-таки в нашем бункере было хоть какое-то освещение. Прямо без этого будет никак. И на втором этаже. Ого! Так, слушайте, а может нам в бункер хотя бы ноутбук утащить, а? Там сериальчики посмотреть. А то без этого будет очень скучно, я вам скажу. Так, ещё один. Так, кулер, разумеется. Ага, нам нужно же будет что-то пить. Так, что ещё надо будет утащить в бункер? Пожалуй, надо утащить... О, лифт. Круто. Так, маленькая глоустоуна. Эх. И ещё один кулер. А, там ещё сундучок. Чудесно. Заходим и смотрим. Так, еду у нас уже достаточно. Ладно, детишкам потом отсыплю. Так, динамит возьму. Коблстон. Тоже очень нужная вещь. Это всё у меня уже есть. Идём дальше, идём дальше. Много оружия брать не буду, чтобы я был единственным. Блин! Это же был лифт! Это же был мой путь наверх! Ё-моё! Окей, тоже минус здание. Зато нашёл сундук ещё один. Так, смотрим, что тут такое. Ох ты! Ёшки-макарёшки! Так, ещё больше коблстона. То, что мне нужно. Замечательно. Ещё еда. И древесина. Так. А вот броню можно взять всё-таки для ребят. Конечно, оружие только для меня. А броню я ладно возьму. Не такой уж и жадный. О, замечательно. Прям на лестницу попал. Так, вот мне ещё найти, знаете, какой знак? Стоп! Типа, идти отсюда. Чтоб прям бомжи отгонять. Я думаю, бомжи-то послушаются знака. Так. О, ещё один сундучок. Замечательно. Вау, меч на всякий случай. Меч, голова с плеч и стрелы. Стрелы тоже, главное, полезное дело. Так, смотрите. Потихоньку всё-таки место у меня заканчивается. Давайте-ка я наворую пока что вот этого кирпича. Он очень что-то мне нравится. Так, собираем камешки. Так, дверь. Ну, нужна какая-нибудь прочная дверь. Очень прочная стеклянная. Она в апокалипсис не поможет вообще. Так. О, шлем! Так, забираем ещё один меч. Щит тоже возьмём. И кобблстон, разумеется, по старой доброй традиции. И вот вместо, пожалуй, этого цветочка можно взять зажигалочку. Так, что бы ещё тут взять для апокалипсиса? Пожалуй, блин, мне попасть на второй этаж. Для этого у меня есть вот что. Так, и посмотрим, что-то такое есть. О, стоп! Это же наша гостиница! Ни хрена себе! Это чё? Это мой номер, что ли? Вот это да, блин! Я его даже не узнал сразу. Всё, валим отсюда, валим, валим, валим. Так, так, кстати, найти бы детей. А то чё-то я про детишек-то совсем забыл уже. А, и забыл найти шлем. Так, дети! Петя! Андрюха! Это ты? Здорово! Чё, как вы? О-о-о! Бункер прям преображается на глазах. Вы детей не видели наших? Ну, точнее, наших и ваших. Так, нашли. Да, дофига нашёл. Так, держите. Короче, бедрок. Где он? А чё? Ой, нет, бедрока у нас нету. Э! Ты что, по-хорошему не понимаешь, что ли? Вали давай отсюда! Так, вот. Держи, короче, коблстоун. Держи камни. Так, древесина, на тебе древесину. Это тебе бесполезно. А, вот эти кирпичи возьму я, динамит. Так, и, пожалуй, вот, для удобства, Настенька, пожалуйста, обустройте там всё с помощью шерсти. Ага, и вот даже маленькие ступенчики я нашёл, если пригодятся. Так, а я пошёл использовать наш камень. Так. Настя! Я не понял, а где обсидиан? Настя, где обсидиан? Я тебе давал... Э! Какого хрена, вали отсюда! Вали давай отсюда, пока не пришить тебя! Иди, вали всё, проваливай! Ушка, какие наглые, а! Так, Настя, где обсидиан? Я тебе давал целый стак обсидиана, ну почти. Так. И где, блин, крыша из обсидиана? Так, а это что такое? Ого! Так, а чё это бункер такой красивый? Так, так, так. Так. И часы есть! Дети, я не понял! А чё это у вас такой крутой бункер? Так, это непорядок. Настя, блин, иди сюда! Андрей, чё за женой не следишь вообще? Куда ты подевал мой обсидиан, блин? Самый крутой блок! Просрало, короче, всё. В смысле ты не знаешь? Ё-моё. Так, короче, на тебе вот камни адские. Давай. Ай! Шо? Что? А, помогите. Сейчас помогу. Всё. Не мучайся, парень, давай. Так, я думаю, меч ему поможет маленько усвоить урок. А вон и сундучок. А вон и сундучок. Так, а может я всё-таки зря всех гоняю, а? Может всё-таки попробовать, чтобы кого-нибудь в помощники взять? Обсидиан, отлично. Так, чё я сделал? Взял, выкинул. Молодец какой. Так, доски. Так, это НТшка. Сапоги для Насти, если построят крышу такие. А, и, отлично, маленькое мясо. И, разумеется, огнетушитель. Как я мог его забыть? Чтоб пожар потушить, если он будет. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Хм, вообще-то апокалипсис. Может, бомж всё-таки что-то полезное утащил? А, ладно, убивать никого не будем. Мы будем шариться по ящикам. Оху. Обсидиан, замечательно. Хотя бы немножечко. Хорошо. Бежим обратно. Я думаю, уже всё подходит к концу. Скоро, короче, будет уже мясо. Скоро будет мясо, уже будет не до бункеров. Так, не до постройки. Так что надо всё-таки бункер наш заканчивать. Так, быстрее, быстрее домой. Хотя, нет, тут я уже был. Тут я уже был. Вообще уже нифига не осталось от домов. Так, где наши бункера? Ага, обсидиан, замечательно. Так, есть крыша из обсидиана. Вот, наде вам ещё обсидианчика. Возьмите. Надь, не жалейте. И, так, камня. Вот, древесины. Древесины снаружи, чтобы не было. Понятно? Бомжи отобрали бункер? Ха-ха. Так, вообще-то, как бы... Я, конечно, смеюсь, но, блин, если вы смогли его построить... Зря я над детишками смеялся, получается. Пойдёмте посмотрим. Давайте, сейчас я вам помогу. Где они у вас отобрали его? Эй, бомжи! Ой, блин, как воняет! Блин, нифига, вот тут забомжевали всё. Так, всё, батя в здании. Все пошли отсюда нафиг. Все отсюда нафиг пошли. Живо, блин, пока живые. Проваливайте все нафиг. Так, ну тут ещё... А пошёл отсюда, блин, давайте. Ну, ползи отсюда. Ого. Нифига себе у вас тут... И бедрок, и столик, и люстры. Не слабо. Так, это кто такой вообще? Эй, детишки, он с вами или против вас? Давайте, отвечайте. Их друг с нами. Ну, нифига себе. Нет, ну у нас всё-таки бункер круче, я считаю. Потому что у них крыши вообще нету. Давайте-ка вы пока с нами перекантуйтесь. Но это для вас будет уроком, как не слушать взрослых. Всё, давайте сюда. Так, блин, у нас, конечно, поскромнее. Да что, есть крыша из обсидиана? Так, все сюда, все внутрь. Все заходим. Так, и сейчас будет раздача ништяков. Петя, тебе за то, что не послушал папу, но сделал всё по высшему разряду, полагается один ноутбук. Лиза, тебе, что не бросила брата в трудной ситуации, полагается ещё один ноутбук. Так, друг, друг моих детей, иди сюда, спускайся. За то, что не бросил моих детей в беде, полагается огнетушитель. Так, чтобы ты иногда мог тушить мой пукан, когда я больно сильно злюсь. И чтобы мог выгнать отсюда нафиг вот этих халявщиков. Иди отсюда нафиг. Вы не строили, значит, ночевать тут не будете тоже. Проваливайте отсюда. Ишь ты, безбилетники долбанные. Так, ребят, надо застроить нам вход. Всё, застроиваем его, чтобы никто сюда не пролез. Динамит ты чего ставишь, ё-моё? Настя, ты чё? Так, обсидианом, давай ещё какой-нибудь блок поставь. Отлично. Так. Ребятки, надо поставить кулера, чтобы была питьевая вода. Берите, берите, берите. Вот кулера вам. Держите, хватайте. Так, дальше надо обустроить нам, получается, двери. Конечно, они нас от апокалипсиса не спасут, зато помогут разделить жилые пространства, чтобы у нас тут были отдельные комнаты. Так, значит, сверху у нас будут жить взрослые. Да, это убираем, это убираем. Делим эту комнату пополам. Делим пополам. Так, кто там вопит, а, снизу? Ой, ребята, жалко мне всё-таки. Этих бомжей. Всё-таки они мне ничего плохого не сделали. Ладно, хорошо, жалюсь с ними. Короче, вы тут пока всё обустраиваете. Вот вам ещё, в общем, штаны из берёзовой коры. Также динамита вам побольше, всякого тут гравия. А я пойду пока что с бомжами побеседую. Так! Ну всё, ребятки, хотел, короче, по-хорошему. Как вы сюда проникли? Ё-моё! Все на выход! Пошли отсюда! Идите отсюда нафиг! Ладно, ребята, в общем, я хотел по-хорошему, хотел отдать им недоделанный бункер моих детей, но, походу, придётся по-плохому, потому что лезть без спроса в чужой дом – это моветон. Поэтому так, где моя зажигалка? Всё, ребята, кончаем этих бомжей и начинаем счастливо жить в апокалипсис. Ну, ребята, а с вами был отец-одиночка Нюки. И давайте встретимся через 5 минут. Что, ребята, думали, я реально отправлю их на верную смерть? Нет, ребята, я же добрый. Я отправил их в бункер. Да, конечно, он маленький, маленький недоделан. Ё-моё! Но дети мои постарались! Ну, вы же правда старались, да? Ну, главное, ребята, это старание. А то, что получилось в итоге, ну, не повезло. В общем, ребята, самое главное, что мы выжили. Походу, апокалипсис уже кончился. Интересно, удастся вернуть билеты за отель? А, пофиг. Ладно, ребята, давайте собираемся. Андрей, Настя, спасибо за такую приятную компанию. Мы с ребятками пошли... Так, сейчас только дверь сделаем. Сейчас тут сделаем дверь. Мы сейчас пойдем по делам. Надо будет устраивать их в лицей. Так, ребята, давайте. Всем спасибо за просмотр. Вот такая сегодня получилась серия про выживание в апокалипсисе. Как вы считаете, у кого бункер был круче, а? Мой бункер или бункер детей? Давайте, пишите в комментариях. А с вами был отец-одиночка Нюки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok